Слово для поздравления предоставляется нашим гостям-пограничникам. Добрый день. Представляем союз пограничников «При камня». Есть такая организация. Так уж в городе Перми и Крае появилось, что очень много пограничников. Ну и как следствие, видимо, появился кадетский класс имени Дулепова, что нам было очень приятно 4 года назад. Кажется, только вчера на плацу мы вручали ребятам билеты. И вот сегодня уже у них есть своя история, свои достигнутые успехи. Надеемся, что и дальше они будут вериться в этом направлении. Может, кто-то из них станет пограничником. От себя лично хочу сказать, что у ребят есть эта 4-летняя история. У всех у нас и лично, и у каждого в семье, и в стране тоже есть история. И, соответственно, мы звенья этой истории. И хотел бы сказать, что мы всегда помнили, что мы эти звенья, чтобы звенья нашей истории, нашей страны, наших успехов всегда оставались с нами. В предыдущих поколениях мы помнили своих родственников, героев в том числе. Ну и, соответственно, передавали это нашим детям. Дорогие друзья, наши любимые малыши, мы вас так называли, вы действительно пришли вот такими, а сейчас вы такие большие. И уже у вас первый выпуск, а дальше будет еще лучше и больше. Я хочу пожелать вам, чтобы вы все относились к своим учителям, к родителям, ко всем товарищам с любовью, дружбой. И всегда вы примером. Учитесь, помогайте родителям. И самое главное, не забывайте о нашей любимой родине, которая вырастила вот таких замечательных детей, вот таких замечательных героев, которые, многие из них побывали и в военных точках, и сейчас на Украине тоже отдают жизни за нас, за вас всех. Так что я желаю вам всем счастья, любви, терпения, благополучия, и чтобы у вас все по жизни пошло все-все хорошо. Спасибо вам, ребята. Здравствуйте, друзья. Ну, говорю я хуже, чем пришел. Поэтому я просто вам прочитаю стихотворение, но немножко расскажу о чем оно. В нашем городе Перми очень много заслуженных героев, которые в разное время проявили о себе, себя на полях сражения. Но о них мало кто знает. И вот в прошлом году я написал стихотворение, которое я сегодня хочу вам прочитать. Оно называется «Память». Рассказы о границе я писал. Мой командир сказал, пусть люди знают, но вижу, что их мало кто читал, не знают ничего и не желают. Ни про тосты, ни про жалоношколь, ни про Даманский, ни про Цвет Поконов, не знают ничего про Сарегору, как умирал Евгений Родионов, ни про Афган, там тоже были мы, полтысячи там навсегда осталось, на той войне, на краешке земли, той самой, где нас вроде не касалось. Беспамятство и нежелание знать о подвигах, которые забыты. И только плачет старенькая мать по сыну, что на той войне убитый. Я знаю, как пословие согласит, солдат погибший дважды умирает. Впервые, когда он в бою убит, и во второй раз, и во второй раз, если забывают. Я хочу только еще добавить, чтобы, когда вы вырастите, вы гордо несли звание Берника. Оно достойно во все времена было проявлено нашими предками. Спасибо вам. Спасибо. У нас еще одно личное поздравление. Оно отрисовано Ине Михайловне Зубовой, которая руководила все эти четыре года классом имени Дулепова. От всего сердца, от всего союза пограничников предками «Подождите, подождите, подождите, подождите». АПЛОДИСМЕНТЫ